Отправьте запрос в Вселенную, и она вам откликнется. Ровно год прошел после того, как я решилась переделать вот эту вот дверь. Эта дверь была вот такая, коричневая, и она, когда я сделала ремонт, оказалось, что не вписывалась. Если бы я понимала в самом начале, что она настолько будет не вписываться, может быть, я в самом начале начала ее переделку, но когда уже весь ремонт готов, шкаф готов, все, и я лежу на своем диване, смотрю на эту бородавку коричневая, которая у меня не вписывается, и все время думала, что же делать, что же делать, что же делать. Вселенная дала мне ответ на этот запрос. Это вот эти вот замечательные краски, которые помогли мне превратить мою дверь в то, что я желала, и чтобы она опять вписалась и стала такой красивой, и стала украшением, и я теперь ее не замечаю, и только восхищаюсь тем, что произошло. Спасибо, мои красочки мне помогли. Но я целый год, первое, я не могла решиться. Второе, я уже нашла варианты, что есть краски, что можно перекрашивать двери, и мои двери в том числе. Я очень долго потратила на это время. Я и вебинары проходила, и мониторила, в общем, всякими разными способами. И вот уже практически я нашла краски, начала их тестировать. По тестированию будет отдельное видео, как я выбирала краску, потому что, вот чтобы купить вот эти краски, мне понадобилось сравнение, порядка пяти видов красок, и понять, что, для чего и как мне нужно. Это большое тестирование, это будет отдельное видео. Сегодня я буду рассказывать, как работать с этими красками, почему именно для дверей они подошли. Это очень подробное видео для тех, кто решается, подбирает для себя краски. Это видео, для вас это видео будет очень подробным, будет много лайкхаков, смотрите его обязательно до конца. У меня вот еще одна красочка чистая осталась, чтобы вы рассмотрели хорошенечко название. Ссылочку, где их купить, я вам оставлю в описании. Это действительно чудо краски. Я посмотрела один обзор, когда решалась это, новые краски, поэтому на них очень мало обзоров. Первый обзор, который я посмотрела, он всего лишь 300 просмотров, но они были тоже такие же восторженные, и девушка провела очень хороший тестирование, она показала, что он действительно, эта краска ложится на любую поверхность и отлично держится. И для этой краски не нужно покрывать никаким предварительным слоем. Но, сделай как я. Но так как я понимала, что нету видеотестирования для этих красок, то так как у меня 4 двери, то я на них попробовала разные способы нанесения краски. И сейчас я буду вам подробнее рассказывать про мои удачные и неудачные попытки. А ошибки – это самое важное, и про них стоит рассказать, потому что именно на моих ошибках, если вы научитесь, то вы идеально подберете себе краску и покроете свою дверь, и не будете беспокоиться. Итак, поехали. С чего же начать? Первое – это решиться. Что нужно для того, чтобы вот пришло вот эта вот уверенность себе, безуверенность в себе, за такую работу не стоит браться, если вы решили, что вы будете делать это самостоятельно. Вы анализируйте все аргументы, вы не можете переставить эту дверь, потому что это слишком дорого, это слишком грязно, вам придется переделать ремонт. И у вас другого способа, как перекрасить самой, уже нет. Потому что даже перекраска у кого-то других стоит больших денег. Я запрашивала мастера, сколько будет стоить дверь перекрасить. Не этими красками, а немножко другими. Но цена – 13 тысяч одна дверь. Извините, я взяла краски, и у меня себестоимость только красок без работы. В результате я перекрасила 4 двери за 2 дня. Помочь решиться мне помогло тестирование. То есть я взяла краски и не сразу кинулась в бой, начала ее на свои двери тестировать. Я понимала, что у меня нет опыта, и нужно где-то протестировать. Поэтому я взяла шкаф и на нем тренировалась. И вы тоже не бойтесь. Найдите старую мебель, на которой вы можете сделать 3-4 мазка, чтобы убедиться и приобрести уверенность в себе. Именно уверенность в себе и уверенная рука дает отличный результат. Если вы будете бояться и что-то делать, то эксперимент пройдет неудачно. Поэтому приобретите уверенность в себе. Сходите на любую свалку, там полно этих шкафов. Прям там чуть-чуть покрасьте, посмотрите, как сохнет, как наносится. И успокойтесь, и вы поймете, что вы сможете сделать это. Отбор цвета для дверей – это очень сложная вещь в готовом интерьере. Если вы проектируете интерьер с нуля, то это не проблема. У вас все одно с другим складывается. А когда вы подбираете цвет под существующий уже интерьер, то есть у вас уже есть доминирующие цвета, то это еще та тема. Потому что у меня было несколько вариантов для этих дверей по цвету. Я постараюсь в ближайшее время вот это видео скомпоновать. На что у меня повлиял выбор. Потому что очень много компонентов, которые уже есть в вашем доме, и вы на них должны сконцентрировать внимание. Ведь дверь – это доминирующая вещь. То есть она занимает достаточно большое пространство. И такое хорошее цветовое пятно в любом помещении. Подготовка двери. У меня уже 10 лет, поэтому на двери был скотч. Были уже небольшие царапинки, которые стоило удалить. Поэтому скотч я отмыла. У меня вот такое универсальное средство. Я уже не раз показывала. Вот эту вот фирму ГРАС, которую я люблю. У них есть прям спрей против скотча. Но у меня вот антиграффити он все убирает. Абсолютно все. И маркеры, потому что на дверях остается очень много следов после эксплуатации. И плакат какой-то вы привесили, и календарик вы можете там повесить. Поэтому вот пройдитесь обязательно и все вот это уберите. Наносится очень легко. И сразу практически есть эффект. Если у вас нет специального средства, маслом приходится, подсолнечным маслом. Хорошо отмывает вот следы скотча. Либо средство для снятия лака. Я не снимала. У меня было там 2-3 щелочки, которые я заделала. Сам процесс шпаклевки. Просто берете там любую шпаклевочку. Если у вас есть щели, берете шпатель. У меня уже был. Можно поменьше. Если вы смотрели видеообзоры, у декоратов вообще такие аккуратненькие маленькие шпатели, которые есть в магазинах для художников и так далее. То есть, ну такое вот маленькое что-то. Вот. Я нанесла. Если не ровно и шероховато у вас получилось, то немножко зашкоряющий этап обезжиривания. Особенно ручки надо тщательно пройти. То есть, там, где вы трогаете руками. И нужно пройти особенно тщательно там, где вы оттирали скотч. Потому что средства, которые его оттирают, как правило, маслянистые. Чем же обезжиривать? Я прочитала два способа. Это универсальные обезжириватели. Либо, да, бежите за чекушкой. Не буду вот так вот показывать. Так вот, чем лучше, тем хуже. Потому что я, видите, и тем, и тем, настолько пахнет обезжириватель, что смысла я не понимаю. Ни в цене, ни в чем. Ни в качестве обезжиривания, ни в скорости испарения. Ничего. Ну, вонючий он. Реально вонючий. У меня две двери в коридоре. Когда я его там тестировала, я думала, господи, зачем же я это сделала? Потому что нужно сильное проветривание. И ребенок у меня еще дома был. Обыкновенным спиртом, обыкновенным водочным раствором. Все вы прекрасно обезжирите. И быстро это сделаете. Когда обезжиривать? Потому что есть соблазн сегодня, например, сделать подготовительные работы, а завтра начинать красить. Вы все равно дотронетесь до этих дверей. Вот рукой дотронулись, уже в этом месте нужно обезжиривать. Поэтому обезжиривали, минут 5-10 подождали и начали красить. То есть не делайте это накануне. Дотронулись рукой, начнутся проблемы. А какие? Не так будет ложиться краска. Если вы выбрали светлый цвет, то вот эти вот пятна, они будут вылазить желтыми пятнами. Особенно на белых цветах. Если вы это сделаете, то это будет очень даже заметно. Нужно обклеить максимально все, что соприкасается, когда вы будете красить. Нужно обклеить малярным скотчем. Сразу покажу скотч, который подвел меня и в результате отложил мою работу на один день, потому что мне пришлось покупать другой скотч. Ултма, видите, вот внутри как написано. Он у меня реально, я приклею, он отклеивается. Я приклею, он отклеивается. Я вот не ожидала. Причем я уже две двери покрасила, докупила, чтобы докрашивать две другие двери. Я приклею, он падает. Я начала уже красить, приложу, а он у меня отваливается. Я испачкала себе обои, поэтому, как ни странно, вот такая вот вещь, она меня подвела. Мне пришлось смывать отбой и мне пришлось идти за новым, покупать за новым скотчем малярным. Следующее. Если у вас рядом с дверью какая-то деликатная вещь, то есть, ну, более, уже покрасили вы что-то, например, то есть скотч специально для деликатных поверхностей. Мне понадобилось для покраски шкафа, не для покраски дверей. У него он хорошо при этом клеится, но когда вы его отдираете, он не забирает с собой краску или какую-то вот такую деликатную поверхность. Поэтому имейте в виду, вот они обычно вот такие вот зелененькие. Любую мебель, которая соприкасается и находится под углом, вот так вот, да, тоже стоит, возможно, завесить чем-нибудь. Внизу поверхность я подстилала, купила пленку, но я купила скатерть в фикс-прайсе, пленочную специальную, и эту скатерть использовала. Сразу скажу лайк-хак. Вот если у вас вот несколько дней длится работа, то каждый день лучше вот эту подстилку выкидывать. Как у меня сложилось? У меня попала какая-то краска, она плохо держалась, и в результате я перетащила этот коврик, краска начала отшелушиваться, отпадать от этого полиэтилена, и я эту грязь перенесла в другое место. Я прям пожалела, вы знаете, вот такие вот мелочи имеют значение. Я думаю, да лучше бы я две вот эти скатерочки купила в одном и в другом месте, чем туда-сюда перетаскивать. Поэтому на таких мелких вещах не стоит экономить. Придется потом оттирать полы и подметать лишнюю уборку. Зачем вам это нужно? Нервы ваши. Лучше 55 рублей, и ваши нервы спасены. Из подготовительных работ это еще перчатки. Я вам посоветую перчатки, которыми стоит пользоваться. Потому что я уже, я практически каждый год что-нибудь крашу, и разными способами пользовалась защитой рук. Есть такие латексные одноразовые перчатки. Чем они хороши? Они хорошо ложатся на руку, но больше двух раз вы их не будете использовать, вы не сможете. В этом есть и плюс, и минус. Они тонкие, если чуть провались, вам придется их менять. Но, как правило, они идут наборами. И если вы на следующий день их будете использовать, видите, они вот так вот как бы склеиваются. Поэтому такие вот перчатки, если у вас есть старая присыпка, ну а детей осталось там, или отдельно можно купить. То, чтобы не деформировать на второй день, то лучше их и внутрь присыпкой посыпать, и снаружи. И потом очистить хорошенько, чтобы это не оставляло никаких пятен. Ну, видите, то есть есть какая-то проблема. Следующая проблема – это малярный скотч. То есть, если вы обклеили, у меня были такие моменты, что я все вроде все обклеила, начала красить, смотрю, вот здесь не доклеила. Так вот, малярный скотч прилипает к таким перчаткам и рвет их, если отдирать малярный скотч. Нужно очень аккуратно. Поэтому, если вот у вас все идеально и все хорошо, и эти перчатки не порвутся, то в них красить удобнее. И в них не так жарко. Потому что, как правило, покраска летом, а может стоять даже очень большая жара. Следующие перчатки – это вот такие вот, например, перчатки нитриловые. Они уже многоразовые, при этом они точно такие же тонкие. И они очень прочные. Если вы их не найдете в хозяйственных магазинах, вот, видите, они очень тоже хорошо ложатся, потому что в этот раз перед покраской я не могла их найти. И купила их сейчас, только после покраски, и думаю, нужно показать. Они тоже такие же тонкие, но они более толстые, и так не рвутся. И даже если вы малярным скотчем заденете, то ничего не произойдет. Кроме того, если вы не найдете в хозяйственных магазинах, зайдите в аптеку и попросите хирургические перчатки, синие перчатки. У них такая отличная чувствительность. И для хозяйственных работ, если там дома какие-то вы делаете работы, они тоже намного лучше, прочнее, чем вот эти одноразовые латексные. Последний день у меня был до краски, и из-за того, что у меня закончились перчатки одноразовые, а мне нужно было доделать, и я вот такие вот латексные хозяйственные, ну, видите, вот они у меня. Вот зеленые я докрашивала, все, что докрашивала, на них видно, потому что у меня здесь несколько докрасок, кроме дверей. Так вот, чем они плохи? Они многоразовые. На следующий день вы можете их использовать, они быстро высохнут и не склеятся между собой. В них жарче намного, они плотные, но самый большой недостаток, это вот такие вот, видите, точечки, ребристые точечки. И когда вы красите, и если вот, например, две вы красите с двух сторон, то вы по-любому вот так вот как бы за дверь хватаете, и это же не шкаф, у него нет опоры, да, он на петле. Из-за того, что нет опоры, вы держите все время вот за боковинку двери. И вот этот вот отпечаток, только покрасили, смотрите, этот отпечаток у вас остается. А вот на гладких перчатках такого отпечатка нет, и мне приходилось быстро замазывать. Хорошо, что я быстро заметила, и это все не подсохло, и не стало вот такой вот деформации на самой двери. То есть у них есть вот такой вот недостаток, в них жарчат, несмотря на то, что они плотные. Да, они многоразовые, но и по цене вы посмотрите, что лучше все-таки использовать латексные, более тонкие, вот эти вот синенькие, которые я показала, или на крайний случай одноразовые. Просто знаете, что может случиться такая ситуация. Если у вас, например, руки в перчатках, небольшой лакхак вам подскажу. Вот смотрите, у вас остался кончик, вы вот так берете и приклеиваете его на какие-то ножницы, отдираете, приклеиваете на поверхность, на поверхность, снимаете и отрезаете. При этом, потом вот, видите, можно и поправлять скотчем. Скотч это, конечно, это требует некоторых навыков, но, по крайней мере, у вас останутся целыми перчаток. Все, про подготовку я все рассказала. Я надеюсь, что это видео будет для вас полезно. И во второй части я буду рассказывать, как уже красить. И вот всякие подробности, нюансы, лайкхаки, которые у меня были уже именно непосредственно при покраске. Поэтому оставайтесь со мной, продолжайте смотреть, если эта тема вам интересна. Примерно раз в неделю я постараюсь делать видео по покраске, для того, чтобы не утомлять вас, но и для того, чтобы полностью, полноценно тему всю раскрыть. И я надеюсь, в течение августа все свои покраски я вам покажу. Оставайтесь на моем канале, всегда позитивно и интересно. Всем пока! Следующий этап подготовки, это, конечно, надо купить валик. Инструмент самое главное. Какой же валик купить? Я все проверяла. Наносила с грунтом и без грунта, и разными валиками. И так всякой смотрела, как лучше. Вот пользование таким лотком, как ни странно, это излишний расход краски. Потому что она по такой фактуре очень интересная. И я, когда другие двери красила, я уже лотком практически не пользовалась. Последовательность нанесения краски. Я тоже смотрела, искала, в каком порядке лучше начинать красить дверь. И такой вот пост увидела. Вот так вот сначала, вот так, потом вот так, потом вот. Я немножко не согласна, потому что на практике все получается немножко по-другому. Сигурно делала какое-то небольшое движение и скребнула. И у меня получается такой скол. Что в этом случае делать? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok